Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я решила показать вам один из самых крутых праздничных макияжей. И все это благодаря тому, что он делается максимально просто. Вам понадобится 10 минут времени, немножко энтузиазма и, может быть, докупить один продукт. Но обо всем по порядку. Давайте переходить сразу к делу, и я вам покажу, как выполнить такой макияж. Я думаю, что начнем мы сегодня именно с базы, потому что хочется продлить стойкость макияжа, хочется, чтобы лицо не бликовало, не блестело, и чтобы макияж нормально продержался весь вечер. Я буквально пару дней назад начала тестировать эту базу от марки Шу Уи Мура, которая называется Pore Eraser. И мне понравилось, что она дает такое матовое, но при этом невесомое покрытие, не как кремовые базы, которые утяжеляют и создают такое матовое, масляное, точнее, ощущение на коже. Распределяю кистью, видите, он прям сразу впитывается, могу рукой попробовать нанести. Она выглядит как пенка, но при этом сразу же, видите, делает кожу матовой. А вот для тона я, наоборот, выберу более дневное покрытие, потому что мне не хочется, чтобы макияж был слишком тяжелым. Хочется оставить такую подсвеченную кожу, поэтому я взяла BB-крем свой любимый от марки Herborean, который подойдет отлично для кожи возрастной, если есть какие-то мимические морщинки. Если вы не хотите подчеркивать какие-то шелушения, сухость или расширенные поры, то мне кажется, он идеально подходит. Его единственный минус – то, что он отпечатывается на телефоне и на куртках. Пока больше замечено не было. Очень люблю, и вот сейчас опять к нему возвращаюсь раз за разом, когда вот какие-то проблемы с кожей начинаются, особенно в переходные периоды, отопление, все дела, я перехожу на него. Сейчас, как видите, тон окажется немножко сероватым, но через буквально 2-3 минутки он подстроится под мой оттенок кожи и будет выглядеть максимально натурально. При этом, как вы видите, он скрывает все равно некоторые недостатки на коже, и она смотрится такой более равномерной, более здоровой, но при этом как будто вообще ничего, никакого покрытия на коже нет. Сразу замаскирую вот эту область над глазками, потому что здесь вот венки проступают, и если ее не трогать, то взгляд все равно будет казаться чуть более таким больным. В качестве консилера возьму сегодня Беку, такой подсвечивающий кремовый хайлайтер, который нужно сначала разогреть на пальчиках, и затем попробовать вот вбить в области, которую вы хотите замаскировать. Очень крутую свет, такую коррекцию делает, светоотражение, поэтому если есть какие-то проблемы с синевой, такие, что с эффектом усталых глаз, то это один из самых лучших консилеров, единственное, что его лучше закреплять все-таки. Теперь нам нужно закрепить все это дело с помощью прозрачной пудры. Мне очень нравится вот эта пудра от NYX, я вам уже ее показывала, и я прям стараюсь аккуратненько, чтобы не переборщить тоже с этим белесым оттенком. Так как я уже знаю свою кожу достаточно хорошо, я также знаю, что самое первое покраснение на коже и вообще то, что отличает свежий макияж от несвежего, это вот эта область, которая начинает предательски у меня краснеть, ну потому что холод, опять-таки какие-то перепады, и поэтому я ее дополнительно маскирую с помощью сухого консилера от марки Bayer Minerals. Вот таким вот образом. Теперь переходим к обычной коррекции лица. Я больше всего люблю вот эту палетку, потому что в целом здесь есть то, что мне надо, и здесь очень классный вот этот серо-коричневый скульптор для светлой кожи. Я его нанесу в область под скулой, и буду сегодня делать чуть более темную коррекцию, чуть более насыщенную, чем обычно, потому что все-таки мы делаем макияж на вечер, праздничный, и можно уже добавить будет и бронзера побольше, и румян. Я это дело люблю, скажу честно. Особенно в зимний период, когда это не смотрится так трэшово. Я тут недавно хотела купить себе румяну, как у модели Victoria's Secret, и в итоге облажалась и купила не те. Эти оказались кремовыми, но тоже мне подходят, и я сейчас их с удовольствием использую. Ношу на яблочке чуть ниже, вот таким вот образом, чтобы из себя не сделать Марфу, я это умею, знаете ли, и хорошо растушевываю. Сегодня будет много бронзера, я беру пушистую кисточку, и миксую эти два оттенка между собой. Зимой я обожаю так делать, потому что есть какая-то яркость и цвет у лица, иначе я хожу как бледная поганка, и таким образом оба эти оттенка объединяются между собой, и это смотрится уже более органично. И теперь мы переходим к бровям. Как вы видите, все элементарно, и практически все этапы у нас повторяют мой обычный ежедневный макияж, но тем не менее я добавляю чуть больше оттенков, чуть больше цветов и чуть больше акцентов. У меня уже практически заканчивается мой любимый карандаш для бровей. Наверное, самый лучший за все время использования и тестирования косметики, это ланкомовский, который называется Sur Silude Fine, или как, я не знаю, как правильно читается, не пойму, на французском, на английском, в 01 оттенке Blonde. Потому что он очень тоненький, аккуратненький, и в целом даже если вы не особо хорошо еще орудуете карандашом для бровей, у вас все равно получатся идеальные брови, потому что он такой восковый и полупрозрачный, не нарисует вам сразу какие-то такие неприлично яркие волоски. Ну вот, собственно, и все. Мой карандаш закончился, придется бежать за новым. И теперь, для того, чтобы подчеркнуть наши брови, я буду использовать прозрачный гель на бровей. Укладываю их, как я люблю, сначала наверх, и вот эту область уже вбок. Подвожу верхнюю слизистую с помощью карандаша от марки Pupa, называется Made to Last, 205 оттенок, он такой темно-коричневый, и отлично мне подходит для этой области, очень мягкий, абсолютно не травмирует глаз. И теперь мы переходим с вами к теням. Для начала я хотела бы затемнить складку века, и мой любимый оттенок в последнее время, это оттенок под названием Астрал из палетки Make Up For Ever, и я его иногда миксую вот с этими двумя оттенками, получается такой бежевато-оранжевый-коричневый оттенок, очень круто смотрится в моей складке, очень натурально. И, собственно, мы так и поступим. Я смешиваю сразу несколько цветов, и наношу аккуратненько в складку. Для того, чтобы получалась хорошая тушевка, не прижимайте кисть к веку. Держите ее так, чтобы ворс еле касался века, и тогда получится очень мягкая, такая красивая, аккуратная вуаль. Старайтесь не фиксировать и не держать жестко кисточку тоже, а держать руку расслабленной, чтобы кисть свободно ходила. Сейчас у меня так оттенок. И теперь, собственно, переходим к праздничной части. В роли теней звездочек сегодня у нас будут выступать миксовские однушки под названием Beauty Bass. Я вам показывала в последних фаворитах, и хотела вам сегодня показать их действия, потому что они ну очень просты в нанесении. Они ну очень красиво смотрятся, и вы просто их можете нанести пальцем. То есть это жидкая фольга. Ну просто идеальные, мне кажется, тени, особенно для тех, кто только учится краситься, или для тех, у кого просто нет времени. Например, вы с работы бежите куда-то уже встречать, вы просто можете взять с собой эту однушку, и на свой ежедневный макияж наложить немножко этого пигмента. Мне кажется, этого в принципе уже достаточно, но если у вас в запасе дома есть блестки, вы можете прям сверху на него попробовать наложить пигмент. Лично я обожаю стрелки, и когда какие-то праздники, я стараюсь всегда делать макияж именно с ними. Сегодня буду оформлять полностью весь глаз, то есть начинать стрелочку прям от уголка. Самая лучшая подводка всего времени это Epic Ink от марки NYX. С помощью кисти карандаша добавлю немного того же оттенка, что мы наносили в складку на нижний ресничный контур. Тушь я также возьму самую свою любимую. Для меня это Cabaret Premier. У меня сейчас закончилась она в черном оттенке, поэтому я использую коричневый, и он тоже смотрится очень круто, особенно для блондинок. По сути дела, от меня здесь ничего и не потребовалось. Сам продукт работает за себя. Посмотрите, какой красивый получается даже голографический немножко эффект с объемом вот этой вот фольгой. Вот эти вот однушки есть в разных цветах, но как мне кажется, вот этот золотистый бьюти бас, он самый-самый крутой. У них оказалась немного разная текстура, и самые три клевых оттенка, на мой взгляд, это, естественно, тот, который у меня на глазах, это оттенок Baroque, и это оттенок Black Night. Очень крутое покрытие дают. Вот три остальных оттенка как будто более суховатыми, кажется. Из-за этого текстура кажется не совсем однородной, но тем не менее, я уверена, что их тоже получится растушевать. Может быть, просто это первый слой, так как я их еще не использовала. Хотела для наглядности вам просто показать, как они выглядят. И у нас с вами осталось всего лишь два штриха. Это помада для губ. Я буду использовать свой любимый карандаш Dior, потому что я вчера обновила его, наконец-таки. Я по нему очень сильно соскучилась. И это вообще мой идеальный нюд. Я не знаю, я ли в этом виновата, или просто так сложилось в магазинах. Всегда именно 169-й мой оттенок распродан. И я уже так каждый раз чихаюсь, когда захожу в магазин, обошла просто несколько торговых центров во всех. Именно этого оттенка нет. Но вчера я его нашла, так что я довольный обладатель. Знаете, что я сделаю перед тем, как полностью оформить губы? Я сначала на галочку нанесу немного хайлайтера для того, чтобы губы оказались более объемными. Теперь даже проще будет скорректировать форму, если вы хотите дополнительно добавить объема с помощью карандаша. Я люблю увеличивать немножко вот здесь и делать более полукруглую форму. И дальше я просто заполняю полностью все губы этим оттенком карандаша. Единственное, я хочу заметить, что вы правы. И иногда, вот мне сейчас тоже попался какая-то суховатая версия карандаша. Иногда он наносится чуть проще, иногда чуть тяжелее за счет своей сухости. Но, возможно, если я его несколько раз поточу, он будет иметь свою обычную текстуру. Тем не менее, меня не волнует, потому что больше такого крутого оттенка с полупрозрачным каким-то даже финишем я найти не могу. Она практически повторяет текстуру моих губ и выглаживает их при этом. И не создает такого супер плотного пигмента, как это делают помады. Такой эффект татуажа, как я это называю. Проще всего сравнить на тату, которое забито полностью, и на поверхности виден пигмент. И татуаж, это когда под кожей находится пигмент, и, соответственно, очень круто выглядит. Обожаю просто этот оттенок. Мне всегда нравится, как он смотрится на моих губах. По сути, это все у нас. Остается только хайлайтеры для того, чтобы добавить блесток и сияние нашему макияжу. Беру ту же кисточку и ту же палетку. Это у меня Smashbox. Очень крутая палетка хайлайтеров, потому что здесь есть и больше с блестками оттенок, вот этот крайний, и вот эти два оттенка на каждый день. Оттенок шампанского и чуть более такой персиково-розовый. Как вы видите, я его использую чаще всего, но сегодня я смешаю все три оттенка. Очень красивый эффект сияния. И, как вы видите, не нужно наслаивать его в несколько раз. Он уже создает вот такой мягкую-мягкую... Мягкую-мягкую эффект. Мягкий-мягкий эффект сияния. Мне прям нравится. Это мое, потому что я не переборщила нигде. Я добавила вот эти акценты, которые хотела именно на глаза. Добавила стрелки побольше, а все остальное сохранила в своем привычном виде. Поэтому я с удовольствием так пойду куда угодно. А в данный момент времени я собираюсь идти наряжать елку. Так что у меня уже сейчас будет праздничное настроение. Если вы хотите увидеть влог, как я наряжаю елку, то тоже напишите. Но, скорее всего, я и так это сделаю. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. И что вам понравится такая схема макияжа, потому что она невероятно простая. Заменяйте все те продукты, которые я сегодня вам показывала, на то, что есть у вас. То, что вам подходит по текстуре кожи. То, что вы используете на каждый день, чтобы не перегрузить кожу, не сделать ее супер матовой. И чтобы она не поползла у вас как-то пятнами. Максимум, что вам нужно докупить вот этот вот золотистый оттенок теней. Я прям его реально всем советую. Не зря я его показывала в фаворитах. И мне кажется, те, кто видел эти тени у меня на глазах, и как я быстро их наношу на фотосъемках, или Лиза видела, как я все такие, я тоже хочу, я тоже хочу. Потому что это просто удобно, круто. Покупайте себе в тех оттенках, что вам нравится. В целом, у меня есть палитра. Их 5 или 6 штучек. Я вам сейчас покажу на руках, как они выглядят. Потому что это звезда сегодняшнего дня и Нового года. Я всех обнимаю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok